Фильм это не просто умение превращать слова и мысли в кинопленку. Это искусство общаться с людьми и способствовать рабочему процессу на всех стадиях производства. На крупных кинокомпаниях, на съемках задействовано огромное количество людей. Как правило, это те, кто досматривает титры до конца. Если у вашей картины скромный бюджет, то, естественно, и людей в процессе будет задействовано меньше. И кому-то придется совмещать некоторые обязанности. Но, несмотря на это, в основе всегда лежит умение общаться с людьми, доносить до них свою идею и находить компромиссы. Потому что не важно, насколько талантливы или вежливы ваши коллеги. Важно, сможете ли вы с ними провести целый рабочий день. Затем еще один и еще один. Съемочный день начинается с помощников и организаторов. Они сообщают всем от мала до велика, где, когда и какие сцены будут сниматься. Обычно крупные киностудии снимают 2-3 страницы текста в день. Примерно 3 минуты чистового фильма. Кажется, что этого мало, но поверьте, за кадром работа кипит. В то время, как оборудование настраивается и выставляется на свои места, помощники режиссера ведут актеров к гримерам, визажистам и костюмерам, где им придают надлежащий вид. После 3-х часов нанесения грима, ты подходишь к зеркалу и видишь, как преобразился. Ощущение просто невероятное, но нельзя полагаться только на грим. Нужно найти этого персонажа в себе. Меня спросили, как ты думаешь играть Хокинга. Я предложил это делать, как раньше в Голливуде, с командой людей, которые работают сообща ради результата. В этом мне помогали художник по костюмам, гримеры, визажисты, а также хореограф, с которым мы придумали, как в движениях будет отображаться болезнь моего персонажа. Актеры не всегда готовы к тому, что взбредет в голову сценаристов. В таких случаях им на помощь приходят координаторы трюков, которые помогают привыкнуть к реквизиту и учат базовым движениям. Но бывают и случаи, когда трюки слишком сложны. Тогда прибегают к помощи профессиональных каскадеров. Три, два, один, мотор! Очень рада, что мне не пришлось этого делать. Итак, пока актеры готовятся на съемочной площадке, не без помощи статистов или дублеров, команда из операторов, осветителей, художников-постановщиков, декораторов, мастеров по спецэффектам создают атмосферу. В последнее время стало модным употреблять слово «продюсер» в трейлерах к фильмам. Хотя многие зрители так и не знают, в чем отличие продюсера от режиссера. Как правило, продюсеры занимаются организаторской частью, заверяют проделанную работу и решают денежные вопросы. А вот уже режиссеры непосредственно работают над созданием визуального оформления фильма. После читки я выставляю актеров на места, какие хочу. Они читают текст на площадке, и я стараюсь подыскать самые лучшие места для камер. Эти идеи я доношу до главного оператора. На этом плане не будут накладываться спецэффекты, поэтому можно использовать живую камеру. Затем он выставляет освещение, и мы приступаем к съемкам. Обычно мы начинаем сцены с общего плана, а потом снимаем то же самое, но с упором на каждого актера. После монтажа кажется, что все снято разом, а на площадке актерам приходится играть сцену 30-40 раз. Я, как главный оператор, напрямую работаю с режиссером, с которым мы обсуждаем и продумываем расстановку камер. Мой главный помощник-оператор работает над расстановкой камер. Главный помощник по освещению работает со светителями, а те, в свою очередь, с электриками, которые налаживают проводку, чтобы мы могли устанавливать лампы в нужные нам места. На съемочной площадке не обойтись и без звукооператора. Они отвечают как за качество звука, так и за запись фонового шума, на случай, если фильм придется дублировать. Главная задача съемочной группы не просто заставить камеры и оборудование исчезнуть, но и сделать так, чтобы зритель поверил, что все происходящее на экране, каким бы абсурдным оно ни казалось, вполне реально. Когда снимаешь фантастику, практически невозможно найти нужные места для съемки, поэтому наш художественный отдел трудится, не покладая рук, причем не только физически, но и умственно. Именно они придумывают, как будут выглядеть целые миры. Атмосфера на площадке, конечно же, играет большую роль для актера. Просто, когда ты читаешь сценарий, учишь реплики, это одно. Но когда попадаешь на площадку, ты по-другому начинаешь себя ощущать. У нас здесь старые сети, подвесные койки, свечи, бочки, ящики, мешки. Мы построили на площадке несколько резервуаров, которые создают особый эффект затопления судна. Мы ответственны за общий стиль оформления всей съемочной площадки. На экране все должно выглядеть безукоризненно. В этом мне помогают реквизиторы, плотники и художники. И мы также присутствуем на площадке во время съемок. Когда все готово, режиссер дает команду, и съемка начинается. Стоп! Я знаю, многим актерам трудно играть на глазах большой съемочной группы. Когда я слышу, как знаменитые актеры говорят, что в процессе съемок все в комнате исчезают, я говорю, вранье. Этого не происходит, эти люди прямо здесь. Главное помнить, что в этот момент они члены вашей семьи, неотъемлемые участники всего процесса. Как видите, то, что происходит в кадре, это лишь малая доля всего процесса кинопроизводства. И актеры с режиссерами не единственные, кому приходится выкладываться на полную ради результата. Так как то самое волшебство создается не в кадре, а на этапе подготовки. Вот почему при создании таких масштабных творческих проектов, как кино, важна командная игра. И умение всех участников процесса действовать сообща.